Приветствую всех на канале Верность ТВ. Хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом. Александра, можно секунду? А вам не стыдно обманывать? Уже июля на дворе. Какой Новый Год? Но это не обман. Дорогие друзья, правда, вот летом мы носим иногда футболки с Новым Годом, что я, что Дима Сергеевич иногда у него бывает. Просто потому, что на первом месте для нас стоит здоровье и благополучие животных, вот скажем так. И иногда дела такие, как распосылки, мы откладываем на потом, на потом, на потом. Вот в этот раз получилось крайне неудобно и стыдно. Мы извиняемся. Правда? Извините нас, пожалуйста. Взяла самую жалобную собаку, но, наверное, не получилось. В общем, простите нас, пожалуйста, но все, что мы прислали вот тогда, после Нового Года в распосылке, мы сейчас покажем, распосылим. Там еще даже Валентина участвует. Все это пошло в дело и уже многие, многие животные благодаря вашей помощи вылечены. Так что присылайте новые посылочки, мы скоро будем устраивать распосылку и не затянем ее на этот раз настолько надолго. Обещаем, честное слово. Санкт-Петербург, Швейницкая и Эс. Посылка из Петербурга. И открываем посылочку. Вот так. Сегодня будет немного по-другому, да? Предупредим сразу? Да, сегодня будет немножко по-другому, потому что очень мало времени. Мы физически не управляемся, не успеваем раскладывать. Вот сейчас мы всклеили, разложим, распечатываем, потом покажем, что пришло. Почему? Потому что мы не можем долго, не то что долго, очень много работы. Очень много. То есть мы сразу будем раскладывать, и следующий кадр уже покажет, что там прислали. Это будет очень долго. Пакетик-то хороший. Уважаемые верновцы, спасибо вам за ваш бесценный ежедневный труд. Мне очень нравится ваша ладочка. Рада, что у нее появился прогресс. Посылаю ей корма и игрушки, а также витамины. Молотый рубец, фон и лососевое масло. Пусть встает на ножки. Пакетик для тюбика. О, пакетик для тюбика. И также для других обитателей витсо-части. Спасибо. Это очень вкусно. Ну что, здесь видно игрушки, вата, пеленки, я так понимаю, да? Молотый рубец. Кстати, впервые я такую штуку вижу, молотый рубец. Корма, корма. Не, не корма, вкусняшки. Вкусняшки. Это какой-то специальный корм, надо почитать. Я так понимаю, утка. Корм, корм, корм. Пакеты. Мусор у нас вот так вот всегда хватает. Это нужно вечь. Опять же, жидкий корм. Жидкий корм только для раненых. Но, жидким кормом как проверяю? Если ест, значит, стало лучше. Правильно, говоришь? А если не ест, тогда плохо дело. Вот. А это что такое тяжеленькое? Девчонкам, Александре, Валентине. Чос. Чос. Валентина Чос. Дорогому. Дорогому доктору, наверное. Доктору, да. А что это такое? Вкусняшки. Мне кажется, это жевательный табак. Нет? Нет, это шоколадка, скорее всего. Я поделюсь с тобой. Но тяжелый, наверное, настоящий. Ладно, раз девчонкам, иначе девчонкам. Так. Аскорбиновая кислота. Так, аскорбина. Это все доктору. Это все доктору. Это все доктору. Доктору. Так. Ну что, все. А, кстати, интересная вещь. Веселый шиповник называется. Я не знаю. А что это такое? Ну, это в детстве ели пасту зубную. Мы ели что ли? Ели пасту зубную? А это паста зубная? Да, детская. Да? Здесь есть можно. Ну, мы ели в детстве. Шиповниковая. Ну, если натуральная шиповниковая, значит есть можно, наверное. Так. Ну что, все? Да? Да. Огромное спасибо. Спасибо огромное, да. Видите, в чате здесь это девчонкам все надпись. Все. С этой посылкой разобрались. Едем дальше. Так, подожди. А тут что такое? Это витамины. Витамины и масло. Это для больных лосось. Лосось, рыбий жир. Да. Зато полезно. У меня самые несчастные детства были. Да, было. Столько, сколько в меня это рыбы затолкали в таком виде. Ни один ребенок столько не видел. Ешь, не ешь, не ешь. А зачем? Не знаю. Ядость не описываю. Ладно, все, спасибо. Спасибо. Следующая наша посылка снова из Санкт-Петербурга со знаменитой русской фамилией. Иванова? Нет. Петрова? Самойлова? Нет. Сидорова. 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 Алевтина Александровна. Скрывайте. Иванов, Петров, Сидоров. Сидорова. Вот. Открываем. Так. Открывать. Аккуратно по-моему не получилось. Ой, а что это такое? Я что-то открыл, да? Включай нет. Открывать колени замерзшие Дима Сергеевича? Нет. Так. Вот так, да? Это. Это. Это, я не знаю, что такое, но это что-то такое. Так. Это материал. Если бы вы знали, что это такое, ну не знали. Я думаю, что сами. Вот этим материалом можно вполне накрывать машину, когда перевозим. Он такой скользкий, типа шелковый. Чехол. Отлично. Все, скорбина. Аскорбина. Даем-то веселее. И глистогонка. Ну. А, задол. А, еще одну. Ну, я не хотел припевать. Два глаза хорошо, а четыре лучше. Спасибо огромное. Это глистогоночка. Это аскорбиночка. И вот эти вот чудные покрывала, которыми можно застелить машину при перевозке животного. Особенно, когда мы не совсем имеем возможность довезти. Кто-то из волонтеров подрядился по висе. А машина чистая, а собака грязная, а застелить нечем. А теперь ещем. Ну, мяу-мяу-мяу. Нам это знакомо. Все, в коробочку и доктору. Следующая наша посылка. Республика Татарстан. Иванова Клара Валерьевна. Так, смотрим, что в посылке. К сожалению, город Республики Татарстана мы не можем прочитать, потому что почта России его нечаянно залепала. Ну, может, это и не почта России. Может быть, это мы тут постарались. А это что такое? Манная крупа. Может быть. Крупная посылка. Крупная посылка, да. Это что-нибудь крупная посылка. Макарошки. А макарошки маленькие, мелкие. Я бы их назвал воробушки. Все. Как вам сказать, все, что можно съесть, всегда актуально. Это никогда не промахнетесь. Спасибо. Так, едем дальше. Вторая посылка из Санкт-Петербурга. И опять фамилия Швейницкая Ирина Сергеевна. В общем, это полностью кошачья посылка. Здесь глистогонка. Вот она, наверное, одна единственная для собак. А все остальное кошачья. Это же глистогонка. Да, кстати, глистогонка. Ну, а это кошачья собачья. Ну, и вот здесь вот дорогие корма. Это все кошачьи, дорогие корма. Ну, это, короче, в наш Муркатей все идет. Ну, выглядит аппетитно. Ну, понимаешь, живутые люди. Есть листья. Вы, кстати, знаете, что, когда наши путешественники, по-моему, кони, что ли его фамилия. Ну, короче говоря, они решили сделать тур на лошадях вокруг света. Ну, или до Америки. Они приехали в Америку, тогда правил яйцем. И они направили. У них кончилась еда. Они продали коней. За переправу дали. Ну, кончилась еда. Они просили поддержать русских путешественников. Ну, чтобы им было, что есть на загранице. Наши не поддержали. И в Америку нужна помощь будет отправить. И вот они питались кошачьими кормами. Это была самая доступная еда. Это же... Ну, в принципе, нет. Это слова путешественников. Соли добавил и даже... Да, все, спасибо огромное. Все это нужно. Все это, как бы сказать... Все это нужно. Съедим мы дружно. Да, все это нужно. Съедим мы дружно точно. Все, молодец. Большое спасибо. Валя, помогай. Кошки сделают мрмел. Спасибо. Так, Иванова, Лара Владимировна. Так, у нас же что-то вторая посылка. О! Отлично. В прошлой посылке было затерто, заляпано. Мы не знали город, да? А здесь республика Татарстан. Город Мамадыш. Мамадыш. Так что полезно посылать под ее посылки. Тогда можно прочитать город. Информация не потеряется. Сейчас попробуем открыть и посмотреть, что в этой посылке. Девчонки сейчас пока раскомплектовывать не будут, то сильно будет пушистым. Ну, это подстилка, я понимаю. И это белье. Я так понимаю, ну, все это собакам. Пожадилка. Все, ну, все собакам. Так, ну все. Это все на подстилку. О, игристогонечка опять. Спасибо огромное. Все. У нас ошейник, пакет, подкрепиться и прогнать кишечник от паразитов. Спасибо. 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 Увлекательное, чтиво. Ханты-Мансийский автономный округ. Югран. Да, Югран. Алиева Марина Алексеевна. Какая-то красота. Это какая-то красота. Полотенчик я вижу. Там еще посылка. Так, это что-то тут такое. Опа. Это что? Это мягкие тряпочки, да? Угу. Для уборочки. Да. Для уборочки. Кстати, Саня, не надо, когда вы едете, стекло такое мягкое протирать в машине? Ты все время чем попала протирать. Бинтами. Доктор тебя убил. Я свои бинты использую. Да-да. Так я тебе и поверю. Ой, а что это такое? Будьте здоровы. Точно сказала, своими бинтами. А что это такое? От комаров похожая штука. Да, наверное, какой-то фумигатор. Фумигатор? Ну ладно, в интернете потом забьем. Его надо сфотографировать. И загуглить. Я забью в интернете что-то такое. Может быть, не фумигатор, может быть, что-то еще. Может, крысу гонять? Может. Нет, скорее всего, сюда крепится болотчик. Это, наверное, освежитель. Это знаешь, как делается? Это вот так делается. И что ей? Он открывается шьяндекс-мандекс. И что? Вот. Держи ровно. Ну-ка. Берешь вот так, делаешь. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот так. Вот, держи. Я его сейчас фотографирую. Сейчас он скажет. До чего техника дошла? До чего Дима Сергеевич дошел с этой техникой? Давай заново ставь еще раз. Пыц. Не удалось загрузить изображение. А вы попробуйте, да, вот так, мне кажется, с розеткой. А вот без розетки. Нет, с розеткой. Без розетки, если какой-то тройничок. Боц. Познавательно и увлекательно. Короче, неизвестно. Эхпа. Не получится. Боц. А ты думал, все загуглить в этой жизни можно, да? Маскетол, товарищи. Ну, смотри. Названия достаточно. Той, Валя, ты гений. Просто я зрячая, единичка. Слушай, маскетол, я так понимаю... И колоры не кусают. Да, он не кусает. Спасибо зрение, что ты есть. И вам, чтобы нам прислали маскетол. Слушай, такие мягкие тряпочки. Это что, это одеяло? Это классная вещь. Да, подсилки. Да, с рисунком таким прикольным. Это же тебе, знаешь, для чего? Для чего? Ну, это же для Варгана. Посмотри на рисунок. Это же хантамансийский округ. Это же все как раз то. Какая подсилка. Слушай, очень интересная тема. Дима Сергеевич, покажи, что у тебя есть. Вот накинь на плечи. Нету? Я в нос там, да. Подожди. Не отмажешься. Держи мой. Хантамансийский рисунок, кстати. Не отмажешься. А, вот эта штука. Это Сашкин. Да, это Саня. Да, накинь себе на плечи как раз вот эту хантамансийскую штуку. Вот так вот. На, ну и мы еще тренируемся. Ну, короче говоря, это, да, видно, что это хантамансийский округ. Красный. Прикольно. Ну, кстати, очень интересно. Это пледик возьми себе, мне кажется. Не, не, это... А вот еще один смотри. Тоже с такими рисунками интересными смотри. Олень. Ну. Прикольно. Кстати, все рисунки имеют значение. Я думаю, когда к нам попадет Хански, это будет гляниевый. Так, ложи. С ними тоже, кстати, можно застелить. О, а вот та шоколадка, которая мне. Вы же положили уже в свой шоколад. О. Тоже. Красивая такая. Ну, и это, я так понимаю, тоже подстилка. А, это полотенце. На кухню. Это на кухню. Ну, такие прикольные штуки. Красиво. Это полотенце. О. Ну, ты на кухне будешь лежать, я там тут подготовил, ручки протер. Вы будете чай делать, будете протирать полотенце. Мои чайники, для меня чай приготовите, да? Короче, говорили, мы будем так делать, а вот так у нас не получается. Не всегда. Распасыливаются посылки, как обычно. Потому что это же интересно все-таки оказалось. Мы не смогли удержаться. Ну что, Валя, помогай? Валя, помогай. Валя, утаскивай. С оленями осторожнее. Ну, простите. Вон там еще одна камера. Можете говорить, куда хотите сегодня. Московская область, город Балашиха, или Балашиха, Резун, Валентина Леонидовна. Открываю. Ласочка. Теска. Валя, теска. А какая улица в Балашихе? Какая улица? А там еще улица? Купавна. Да. А, это район Купавна, улица... Значит, я знаю, что это за Валентина. Здравствуйте, Валентина. Это наша очень хорошая подписчица на Дзен и на Ютубе. Мы с ней общаемся лично, да. На улице тебе знаком? В Купавне я была. Это не улица, это поселок. Улица Адмирала Кузнецова. Как там в Москве все сложно. Район, улица... Это ж Подмосковье. А, Подмосковье. Так, это что у нас такое? Это что-то такое... О! Я не знаю, я сейчас наверняка... Это какому-то кошаку, или кошечке, или котенышу. Ну, джинсовая персональная подушка. Самодельная подушка. Лешка. Самодельная. Так, это... Перчик. Валя, помогай. Перчик что? Перчик резиновый. Перчик. Перчик. Так, это... Игрушечки. А вот у нас коробочка с игрушечками. А там с игрушками. Коробка с игрушками. О, это кошачьи игрушки. Так, вот это вот, мне кажется, это врачу одевачка. Что это тут написано? Так, халат медицинский врачу. Так, это, 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 это что? Это опять врачу. Это игрушки. Кошачки. Кошачки и собачки. Шприцы. Шприцы. Врачу лично в руки. Доктору. Перчатка. Это маска. Маска? Маска. Маска. Доктор. Так, шприцы. А вот в пандемии ты бы так не сказал. А вот это что такое? Скажите. Что-то не по-нашему написано. Ой, как доктор обрадуется. Ой, как доктор обрадуется. Фан, фанед, скоп, в общем, скоп. Скоп, скоп, скоп. Фанед, да скоп, нет? Да. Так как же он, ладно. А давайте сфотографируем и посмотрим, что Яндекс выдаст. Фан, да. Доктору. Как он называется, Дима Сергеевич? Да. А что ты ей скажешь врачу? Скоп? Фан, да. Как он называется? Да, ты знаешь, не говори, мы ей скажем. Дорогая Лера Аркадьевна, знаете, наши подписчики прислали нужную вам вещь. А какое вы сказали? А вот приедете с выходного и посмотрим. Сами скажите, как это называется. Расскажите, что это за вещь. Стейтоскоп, там же написано. Да, и расскажите, что это за вещь. Вообще, это марля сахудов. Нет, это не марля. А, это марля, да. Я что-то салфетка видит совсем. Марля для салфеток врачу. Так, вот это что такое? А вот это вот опять лежаночка. Для кладочки, да. Для кошечек, наверное. Нет, это я отнесу тогда. Подожди, стой, Валя. Это врачу. Это опять врачу. Ты знаешь, это. Это врачу. Врачу. Вот эти стрелы врачу. Что это такое? Это палочки, тампоны. Так, вот это вот вкусняшки. Еще раз. Я сам не понял. Или мне показалось? Нет, не показалось. Не понял. Нажимаешь, ничего. Кошка гоняет, видимо, лапой. Слушай, какая вещь прикольная. Иди сюда. Я слышала мыши какие-то. Птичка. Какие мыши? Это птичка. Слышишь? Чем не кошка? Так, где кошки? Вот иди сюда. В четвертом боксе. Кошки обалдеют. Заходи, сутки, сутки, сутки. Кошки, в шоке. Да у них там уже рыба валяется. Черт, черт, черт. О, осторожно. Так, и как его открывать? Я вижу, что здесь ампула. Я даже сейчас распечатывать не буду. Я понимаю, что это врачу. Я распечатывать не буду. Там, а, я понял, что это. Аскорбиновая кислота может быть? Так. Гепарин, нарко. Все, это все врачу. Только аккуратно все. О, адреналин. Так, дексаметазончик. Врачу. Вкусняшки. Кубики из киски. Ну, это, наверное, как-то там. Спасибо тебе. О, нафига себе. Домик. Домик. Впечатление, что у нас как-то работает. А что написано на баночке? Написано, эднит какой-то. Не черекает, да? Ну, я думал, врачу. Врачу, как сам... А, во как. А нафига эта штука? А, нитки. Нитки хирургические сюда накручиваются, и потом вытаскиваются столько, сколько нужно, а в нож обрезается. Как зубная нить все-таки. Да мы умнее гугла, ребята. В скоб. В скоб. В скоб, в врач не догадается, что это такое, и подумает, что это кошка. А что это такое скоб? Это скоб. Стоит его скоб. Стоит его скоб. А посылка от Новикова ОА. Открываем. Тут все шприцы. Шприцы, шприцы, шприцы. Это все нужная вещь. Вся посылочка шприцы? Да, шприцы. Класс. Так. Очень хорошая посылочка. Шприцок, смотри, и двушечки, и трюшечки. Разнокалиберные. Разнокалиберные. В общем, маленькие столики тоже. Саня, вот с этих вот стрелялки надо делать. Сделаем. Если еще. Все, это больничка. Спасибо. Спасибо огромное. Дамго, СВ, город Архангельск. Открываем. О, тут все, тоже шприцы. Ну, так, не только шприцы, тут еще. Тут написано терапия. Перчатки. Так, шприцы. Тоже крупнокалиберные. Разные, наши, наши. Да. Перчатки, это все врачу, врачу, врачу. Так, это что у нас? Капельница. Система. Это инсулировая. И перчатки. Какой размер? С. Есть, все. Давайте обратно в коробку или сюда? Перчатки С, да? С, да. Как и просили. Спасибо большое. Спасибо. Как раз Сочку и просили. Тричатки. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Что-то тут такое упитывающее. Что-то? Матрас, походу. А по весу? По весу такой. Что такое? Так, Лаврова, Е, Н. Москва. Москва. Что-то тяжелое там такое конкретно. Ты не знаешь, что там? Не порвал? Деяло. Вот тут там тяжелое. Не порвал? Булемет. Мягкий? Булемет. Нет. Булемет. Я отгадал. Он раз. А я думаю, это одеяло. А там шприцы, я вижу. Шприцы. Да, тут походу. Двоечка. А я же говорю, что там что-то тяжелое. Ага. Я, кажется, знаю, что там. Должно быть тенистый со спицами. Так, как он? Валя, помогай. Мне нравится сегодня моя брошка. С вами помогай. О! Титц, Титц, Памагратор. Паводки. Паводки. Два штуки. Вот это что-то. Бинты. Уверена? Да. Уверена. Бинты. Так, еще бинты. Еще бинты. Игла инъекционная. Так, стоять. Красная. Красная или не красная? Нет, синяя. Это врачок. Так. А расскажите этому зеленому человеку. Зачем красная, зачем синяя? Синяя. И чем это сейчас? Икра для отлова. Красная? Для отлова собора. Да, а синяя для врача. Да, а вот это вот. Марта. Красной иглой, Валентина, ты будешь пылять сама. Варвар. Чуть позже, когда тебя научат. Опять шприцелит. Ну, и здесь, здесь, здесь много-много-много белья. И мягкая такая подушка, короче говоря. Ну, много чего здесь такого хорошенького. Это все на подстилки, белье и на склад. Ну, я вижу здесь, ну, просто распечатывать сейчас не хочу, чтобы это все аккуратно лежало. Мы сейчас заседнем, чтобы белье не пачкало все это. И смотри, там нет ничего больше. Ну, все. Валя, помогай. Помогай, помогай. А подписчикам огромное спасибо. А подписчикам огромное спасибо. Сейчас закрываю. Тяжелые? Точно там ничего больше нет? Да, тяжелые. Для одеяла не тяжело? Что-то стукается, нет? Нет, тут же не только оделок, тут простыни. Или это стукаете вы? А, обманщики. Там много, бельонки. Не, нам не закрывать, не появилось. Конечно, закроете. Дима Сергеевич, помогай. Помогай, помогай. Сейчас. Интересно, дождемся мы сегодня, чтобы синхронно сказали? Три, четыре. Спасибо. Огромное. Ну, в следующий раз, наверное, синхроннее будет. Так, это все, врачу, врачу, врачу. Посылка инкомплита. Просили не называть. Фамилию, имя, отчество. Наверное, КГБ. Не СГБ, а СФИСБ. ФИСБ? ФИСБ. Я даже знаю, что там, но не скажу. Что это такое? Это настоящая, это настоящая черная изолента, о которой я недавно думал. Наконец-то у нас появилась эта штука. То синее, синее, она не липучая. Вот это настоящая классная русская изолента. Это вот диск дегтярева называется. Это электричество. Не, 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 не. Ты понюхай, как она пахнет, волшебно. Сейчас все провода перемотаю. Это, это сюда. Это отдельно. О, ёлки-палки. Спасибо. Вот эта вот вещь нужная, залита. Наверное, кто-то работает на эдолентном заводе. О, ништяк. Залитом цехла. Спасибо. И нельзя назвать пробилию. Медрение число. А, тогда мы и не скажем, откуда посылочка. А, пожалуйста. Ой, спасибо. Слушайте, вот эта вот штука нужная. Мотать у нас, ого-го, чего мотать. Завтра электрик приедет. Я ему выйду. И удивиться, сколько у него работы появилось. Да. Скажу, больше не мотай синей изолентой, пожалуйста. Все. Есть. Спасибо. Так, что там дальше? Едем. Тут что-то такое, дороже. Что же это такое? Так, разливаем. Мне фотографии этой посылки до этого прислали просто. Нет, ты не знаешь. До отправки. Так, вот это что такое? Я так понял, это машинка подстригать. Так, это замотать в другой кулек. В изоленту. Замотать другой кулек. Я не знаю, вот так. Это врачу. Так. Замотать. Кулек есть еще? Вон, пустую посылку и врачу. Я уже понял, что это. Вот коробочка не поставила. Это машинка. У нас нет пустых коробок. А вот это посмотрели. Не поставили? Нет. Еще одну для врача сделать. Дима Сергеевич, сейчас новую коробку организуем для врачей. Я сейчас положу так, что она не потеряется. Погодите, я положу туда. А у нас пока рекламная пауза. Так. Аптичка. Так. Скоро придет машина. Какая машина? Вольцваген. Какой Вольцваген? От Давида. От какого Давида? Мы из Германии. Мы впервые слышим. Ой, я проговорился, да. Так, вырезать на это. Короче. Смысл такой. И вот. Вот эту аптичку положите в машину, которую... Да почитай сначала, чтобы положить. Которую подарят. Давид подарил машину. Вольцанчасти? Да. По 30-е, 06-е, 13-го года. Отлично. Обалдеть. Что, серьезно? А без этой аптички? Да? Я не про аптичку. Аптечку мы там это... Зачем цифры? Мы туда новые медикаменты. Положим туда новые все. Положим новые. Какая машина еще раз? Касайте его. Давайте остановимся на секундочку, раз уж начали эту тему. Нет, пока... Вы мне как водителю что-то скажете, нет? Пока ничего тебе не скажем. Я тебе уже и так много сказал. Все. Живи теперь с этой информацией. Что это? Аутвенчер. На цвет видно? Нет. Спасибо. Это Саня, но она не будет все оранжевое. Короче, она будет в ней носить свой телефон, стакан с кофем. У меня, кстати, провод рыжих появился. Саня, танцуй, танцуй, танцуй. Смотрите, под мои кроссовки. Явно тебе, все. Спасибо большое. Да, спасибо. Я сюда сложу все, с чем мы путешествуем за собаками. Я не знаю даже. Это какие-то сапоги, я так понимаю. Но почему они такие тяжелые? Или что, электрические что-ли? Может, там что-то лежит? Электрические сапоги? Что ты сказал? Ну, какие-то электрические сапоги, чтобы кто-то не убил. Когда изолентой мотать. О, это размер Катюхин 100 пудов. А какой размер? Не знаю. Изолента. Изолента. Ну, елки, спасибо. Иду. Что такие сапоги? Я сказал электрические. Но это кому-то девчонкам маленький размер. Оба-на. Вот теперь мы... Ой, еще что-то там? Я просто вопрос размера, потому что... Я могу сказать, сороковой. Спасибо. Срай. Это... Вера, кстати, у нас. Мне кажется, да. Большой набор. Катя там зальется. Сороковой. Ну, Вера, мне кажется, она побольше. Ну, кому-нибудь подойдет, смотрите. Как золушка, кому подойдет? Народ. Как его сказать. Теперь мы надежно защищены от 220, 380 и 10000 воль. О. Ну... Коротнуть? Не, не слышали. Да? Так, дай пустой кулек. Ничего себе у вас тут изоленты. Вот это тема. О, вот этот. Пустой сейчас положил. Будем мотать. Что человеку для счастья надо? Ну, мы же серого... Несколько. Изолент. Так, следующая посылка. Кашкина Любовь Леоновна. Откуда? Город Подольск. Даже еще такое... Московское. Да, Подольск. Снизу Москвы. Да. По Дону едешь туда. Сначала раскладывать все. Все, еще не видно что там, да? Моя литрица сейчас. У нас надо... Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам... Все... Транс войти. В глазах изолента стоит. И черная, и красная. И желтая. Но желтых там не было. А тут... Что-то желтое. Только белый рулон такой длинный. Типа фильтры на воду что-ли. И нитки такие длинные. А-а... Это, наверное, вата такая длинная. Сейчас посмотрим. Ну, я же сказал, вата. Ой, длинная интуиция не пакует никогда. Врачу. Так, перчатки. Врачу. Вот вам коробочка. Бунты. Сразу сюда перекладывать, что врачу. Бунты, врачу. Ого-ого. Ого-ого, врачу. О, это тоже тампончики. Если таким тампончиком в ухо залезть. Это для Лулу. Для Лулу? Ушки чистить. Может быть, операционные? А может, этот спидник, Катя, поджигать? И пообеззараживать? Потом изо рта делать... Хакир? Да. Он разберется. Ух. Ну, это, конечно, какие-то. Ты что, скажи, сахарная вата? Это марля. Объеденная. Да. Так. Перчатки. Врачу. Питачки. Это... Нет, это девчонки. Игрушка. Игрушка к игрушкам. Оба чай. Это энтеросгель. Врачу. Шприц врачу. Система врачу. А вот этот симпатичный пояс. Ошейник называется. Это кому? Может быть, ворчишь, и чтобы она не ворчала? Нет. Ну, кто-нибудь придет забирать собаку, и мы в этом ошейнике его и отдадим. У нас сколько собак забирают, никто со своими ошейниками не приезжает. Просто врачу. Ну, ошейник. Кстати, вот этот ошейник многозарядный, кожаный. Я думаю, ее надо отложить. Почему? Многозарядный. Долгоиграющий. Ну, многодальщичный. Он многоподходный такой. Просто у нас волчата скоро родятся. Еще одна... Это сегодня день откровений. Ты что-то... А это что? До инфаркта Микарда доведешь. И меня, и людей. Субтрексончик? Субтрексончик? Да. Субтрексончик. Давайте мы тоже посмотрим. Субтрексончик, да. А это что такое? Рыбий жир. Это очень полезно нашим пациентам. Очень полезно. Тюбик. Тюбик услышал. Тюбик. Так, эти... Как они, копыты? Системы. Зеленые иголки. Это что-то такое, не вижу. Так, гистогонка. Кинтраз. Да. Лежикарит. Гистогонка. Системы. Шприцы. Шприцы полностью доставать. А вы уже не будете? Это что? Это что? Это что, да. Для неосведомленных, может быть. Что-то такое. Я думаю, врачу она разберется. Она нам расскажет, да, что это? Да. А я думаю, знаете, что это такое? Это такая штука, которая держит при капельнице бутыль с жидкостью. Ну, Валя, ты хитра. Откуда такие... Понимаешь, случайно? ...познание. В прошлой жизни, возможно. Ну, можно бы способить. Слушай, а это покровный операционный материал. Так. Комплект одежды, белья, хирургические, врачи. Врачебная коробка. Так, все. Валя, подожди. Спасибо не сказал. Синхронно главное. Три, четыре. Спасибо. Большое спасибо. Да. Большое спасибо. Три, ну, Дима Сергеевич, три-четыре. Большое спасибо. Ура. Ура. Почти. Большое спасибо. До hora. Субтитры сделал DimaTorzok До начала. Продолжение следует...